Итак, доброе утро, дорогие друзья, всем привет, шалом, хелло, бонжур. И мы продолжаем изучать, теперь те, вот подошли мы к пятой главе. Пятая глава, мы шестую не будем изучать главу, я думаю, мы пятую доучим с Божьей помощью, и опять начнем изучать, у меня в плане Мишли опять начать изучать. Да, потому что от того, что ты один раз прочитал, например, на Мишли, ничего в жизни не меняется. А вот если бы именно взять это Мишли и вставить себе в голову, изменится все. И поэтому мы опять начнем изучать Мишли, и к тому же я в этот раз уже с Божьей помощью хочу дописать книгу, поэтому буду дополнять уроки, у меня какие-то полкниги у меня уже есть, а полкниги нет. И мы второй раз пройдем Мишли с Божьей помощью, и такой у меня план. И уже допишу книгу, и сдам ее с Божьей помощью, прям будет мудрость Сыря Соломона. Все, такой у нас план, да, сейчас заканчиваем пертевод, пятую главу. И опять начинаем Мишли с первой главы, изучаем, углубляемся, понимаем. Все. Теперь, значит, шалом из Тишинева у нас, да, Лидия Подгорнова, шалом из Краснодара. Вообще, да, прям Фейсбук, Цудерберг нас связал, тайной нашей стал, как песня была. Представляете, со всего, со всего мира люди прямо вот так вот соединяются. Хана Шамис и Стива. Да, да, все отлично. Итак, дорогие Яков Шатай, Шатай-1, Яков Шатай-1. Но уже будем прямо в этот раз издавать красиво, то есть прямо у меня такой настрой, блинэдер. На все это надо говорить, блинэдер, без обета. Но сейчас, как бы, надо говорить без обета, но нужно перед Роша Шана, перед Роша Шана, нужно набирать вот этих хороших планов. Я помню, Равыцкая Зильбер, Зихрона Зайхлевраха, он рассказывал, что как-то вот он перед Роша Шана, обычно месяц Элуль, вот сейчас который идет, да, делают хижбон нефиш. То есть считают, как бы, просчитывают свой год, вот чем я занимался, что сделал за год хорошего, и какой вообще у Бога смысл меня оставлять там в живых. То есть, если есть, значит, год, вот у меня следующий, и сейчас будет суд. Так Рав Зильбер как-то он искал для себя, для себя искал, ну, такие как бы подпорки, почему Богу надо его оставить. И у него было, когда они приехали в Израиль, у них не было вообще денег, а надо было женить там дочерей замуж, выдавать и так далее. И в религиозном мире принято, что нужно обязательно дочкам, чтобы они вышли замуж за мудрецов Торы, купить квартиру и обеспечить семью жильем. Им нужно было срочно деньги выдавать дочек замуж, и они очень много заняли денег. Они заняли денег, как раз, чтобы купить эти квартиры, и, значит, когда они заняли много денег, он перед Рошашина очень радостно как-то задумался и говорит, вот интересно, те люди, кому я деньги должен, они что мне желают в Рошашина? Они мне желают здоровья, богатства, благополучия. Они очень хотят, чтобы я, не дай бог, не заболел, чтобы я весь год хорошо работал и отдавал им деньги, да? То есть он в этом нашел очень такой для себя позитив, что есть смысл, говорит, мне оставаться, то есть иначе люди потеряют деньги. То есть, и очень важно, что, это я не говорю как пример, чтобы все назанимали денег друг у друга, хотя это митсва давать за мысли, без процентов это заповедь, но нужно найти вот эти вот смыслы. И когда у вас есть хорошие планы, вот сейчас мы в следующем году Мишли пройдем, книжку издадим, там, Яков Шатанин говорит, мы удвоим мощность Ваикра, чтобы было много, самые лучшие раввины, самые лучшие уроки, самые лучшие, может сделать ешиву Ваикра, может сделать центр Ваикра. Вот сейчас мы, например, с Светаном уже закончили курс по семейным отношениям, да? И очень крутой курс мы подготовили вообще. То есть сейчас, слава богу, наладятся вообще у всех семейные отношения просто. И у нас это в плане, да, вот мы как раз в следующем году запускаем этот курс, который поможет тысячам, десяткам тысяч людей создать семьи, улучшить семьи, сделать шломбайт. То есть есть смысл богу оставить нас в живых, однозначно, да? Все. Теперь, значит, пятая глава. Пятая глава начинается с того, что в пятой главе вообще очень много идет мишнает, связанных с цифрой 10. То есть все как бы приводится к цифре 10. И давайте разберемся, почему, давайте первую мишну изучим и разберемся, почему цифра 10 вообще. Басара маамарот невра олам. Написано вначале, что 10 маамарот, 10 изречениями сотворился мир. Не вра, был сотворен мир. То есть 10 изречениями бога был сотворен мир. И почему Талмуд нам об этом сообщает? Ведь одним изречением он мог бы быть создан мир, да? То есть если бог мир создал мироздание 10 изречениями, он бы мог его и одним создать, да? Сразу. Теперь, значит, Эля отвечает мишна, зачем он сделал 10 имена? Ли пара ми нари шаим ше ме абдим эт аулам. Для того, чтобы взять оплату, как бы расплата, для того, чтобы взять, была расплата злодеям, которые мир уничтожают, который такой мир, который был создан 10 изречениями, и для того, чтобы дать сахартов, дать награду хорошую, цадикам, цадите это праведникам, которые осуществляют, как бы устанавливают, дают существование, такое мекаймим, это как дают существование миру, который сотворен 10 маамарот. Значит, как бы переводя на простой язык, задается мишне вопрос. Ну, вначале идет установка, да? Написано в Торе, в самом начале, Берешит барай латим эт ашамам ваэт арец. Берешит вначале сотворил всесильный небо и землю. И дальше идет девять раз ваэмер и сказал, и сказал, и сказал, и сказал, и сказал, и сказал. Это он шесть дней творения. И там сказано девять раз, и сказал Бог. И на седьмой день, и ваэхулу, и были закончены небо и земля. Так вот, Берешит, это как первое слово, с чего все началось, да, первое слово Всевышнего, Берешит. И дальше, вот Б как бы буква, она вот такая, вот так вот она. И дальше разворачивалась, разворачивалась вся эта история. Шесть дней творения, девять раз было сказано, и сказал Бог. И каждая его, как бы и сказал, превращалась в определенный аспект реальности. То есть, вначале первое, и сказал, да будет свет, это превратилось вообще в материю. Вот он, Бог сказал, Берешит. Вот этот вот большой взрыв пошел. Потом, и сказал, будет свет, да, это энергия, время. И сказал, будет там ротия, оно начало формироваться в какие-то структуры. И сказал, там будут светила, появились вот эти звезды, скопления этого света. И сказал там, и так далее, и так далее. То есть, все, что вайомер Всевышнего, да, это то, что формировало реальность. Это было десять раз. Задает Мишна вопрос здесь, да. А что он над ним не мог сказать словом? И вообще, зачем эта вся сложность? Зачем эта вся сложность? То есть, можно было создать одну какую-то землю, вот такую вот, на ней одного какого-то человека, такого в виде червячка. И все. То есть, зачем вся вот эта усложненная история? И говорится, что Бог создал эту усложненную историю, вот, чтобы было понятно по-простому, да, простому человеку. Вот мы, помните, была, я еще, это было в 80-е годы, я видел еще первые ЭВМ, вот эти вот электронные вычислительные машины, огромные. И там был такой вот маленький экранчик, такая огромная стояла, ну, бандура такая, да, размером там как с пять холодильников. И вот такой вот был экранчик маленький, и на этом экранчике была игра. Игра, значит, заключалась в следующем. Вот ты стрелочками двигал палочку, а сверху падали мячики. И ты эту палочку под мячик подставлял, и он летел вверх. И потом он опять падал вниз, и ты опять эту палочку стрелочками двигал, и все. И я часами сидел и играл в эту игру, вообще я кайфовал. Потом была игра, если кто помнит, волк ловил яйца. Помните, была электронная игра такая, волк ловил яйца. Все, это был верх вообще, верх совершенства электроники, волк ловящий яйца. Потом уже появилась змейка на телефоне Nokia, когда появились телефоны Nokia, помните? Была змейка, и можно было эту змейку закручивать и ходить. А сейчас есть очки виртуальной реальности, в которых можно там вообще играть в такие игры, которые просто ты находишься прямо внутри виртуальной реальности. И то игра, и то игра. То есть, но какая игра интереснее? Какая игра, она круче, да? Тетрис, потом я пропустил еще, да, Влада Ткачева напомнила. Была еще игра Тетрис. Ты сидишь и вот эти вот штуки складываешь вообще, и думаешь, что это верх вообще, верх, как сказать, верх технологического прогресса, верх развлечения. Вот развлекал его, да? Теперь, если бы Бог сделал вот просто одну такую одноходовую схему, это было бы скучно. Но Бог решил изначально и взял вот это вот число 10. 10 это число, которое там 10, представь, вот 10 пальцев или один. Представьте, если бы был один палец. Ну, понятно, скучно. Что ты одним пальцем сделаешь? То есть, ничего, 10. 10 тебе есть, что делать ими, да? Значит, то же самое мироздание. Если бы было все упрощено, вообще максимально шло бы все только через одну какую-то единицу, или через две, то было бы все как-то скучновато. Но Бог, Он хотел дать нам развлечься, Он хотел царикам дать возможность выполнять праведникам 613 заповедей. Злодеям Он дал, как бы, возможность споткнуться в 613 заповедях, да? И, значит, поэтому Он сделал все через число 10. То есть, так Он великий программист. Я Бога воспринимаю, как тот, кто придумал вот всю вот эту вот историю мироздания и, значит, Его сотворил. Понятно, да? Теперь, значит, двигаемся дальше. Где еще встречается число 10? Ну, самое главное, где встречается число 10, это 10 заповедей. 10 заповедей, когда Машар Абейну поднялся на гору. 10 заповедей, 10 сверот, 10 изречений, да? Все идет через число 10. И самое главное, то, что было, ну, вот, как бы, где была выражена вся Тора, это 10 заповедей. Давайте вспомним сейчас док, чтобы потом мы вернемся к сотворению мира, но давайте посмотрим, как было, как дальше все развивалось, такая общая картина. Вот Бог сотворил вот это мироздание 10 изречениями и в него поставил человека, Адам Решона, который был, который был вот этот первый человек, в нем была божественная душа, то есть это Бог как бы сам же вошел в такого биоробота, да, которого сам же и создал, вошел своей душой в этого биоробота и нам это понятно, когда дал ему искусственный интеллект, вот эта душа божественная, да, это Бог сам же вошел в этот мир, и, значит, ему говорит, ну, давай, все, старт игры, кнопочка, начинай, выбирай добро. Что значит добро? То, что я сказал. Вот это делай, это не делай. Понятно? Понятно, все понятно, так и будет. И, значит, ну, скучно. Прямо и написано, что плохо человеку быть одному, сказал Бог. Посмотрел, скучно. И он ему создал женщину, чтобы ему не было скучно, он сделал еще одного биоробота, уже он сделал его из человека же. То есть это было чисто уже, если в человек это было божественное создание, да, Адам Решон, первый человек, то женщину он сделал уже из него. И, значит, вот они начали вдвоем, два участника игры, уже это не один, двое. И пошел сбой программы, да, то есть женщина ему говорит, смотри, вот Бог сказал, что нельзя, мы не можем быть программистами, потому что дерево познания добра и зла, это то, что меняло местами добро и зло, то есть ты мог менять вообще все мироздание, весь код. То есть человек это был божественный потенциал, да, в нем было божественное. Но ему Бог сказал, ты можешь все в этом мире делать, но ты не имеешь права менять добро и зло местами. То есть я установил вот эти два полюса, ты не имеешь права менять их местами. Понятно? Понятно. А что женщина потом сказала ему? Нет, она сказала, съешь это. А, было же как, вначале змей. Змей, значит, змей, он, это был животный мир, только говорящий. То есть у него было, он был выше всех животных, и он мог, значит, он мог, ну, общаться с человеком. То есть, и он, этот змей, он смотрел на ситуацию со своей стороны, да, с животной стороны, все равно. И он говорит, что значит нельзя, а почему нельзя? А, Бог это может делать, значит, менять местами добро и зло, и называть это добро и это зло. И сказал этого, от этого плода нельзя есть. Теперь, если съесть от него, так будешь как Бог. И он высказал свою вот эту вот животную точку зрения, он высказал женщине. Он говорит, смотри, у нас в животном мире все построено на конкуренции, да. Теперь, раз Бог запретил это делать, значит, он тоже боится конкуренции. Это был взгляд змея. И раз это именно он оставил для себя, значит, это надо съесть. Значит, так надо сделать. Будешь как Бог. И он так объяснил женщине. Прямо в Торе так написано, что когда ты съешь от плода, когда ты съешь от плода, тогда ты станешь как Бог, создающими добро и зло. Женщина съела, и тут она поменяла местами все. Что она поменяла местами. Она сказала для себя, что то, что я съела, это нормально. Теперь она сказала для себя, что теперь будет правильно, если и он съест. Я сейчас его заставлю съесть мужчину. Она сказала, что... ну и так далее. Она заставила его тоже съесть. Прямо Талмуд говорит, как она его заставила. Она устроила истерику. Конкретно так и написано, что она кричала, пока он не съел. А как он съел, вы знаете, интересно. Он был очень, очень такой, очень математический. Если вы в Торе почитаете, если вы в Торе почитаете, написано, что Бог ему несколько раз сказал, от дерева, вот от этого дерева, не ешь. Вот прямо были плоды на этом дереве. Не в плоде было дело, а в том, что Бог своими словами дал, как бы подвесил вот это включение добро и зло на это дерево. И он говорит, от дерева не ешь, от дерева не ешь, от дерева не ешь. А женщина, она уже оторвала от дерева, и она принесла ему в руке вот этот плод. И она ему говорит, ешь. Он говорит, мне Бог сказал, от дерева не есть. Она говорит, где ты дерево здесь видишь? Что, я дерево что ли? Она ему сказала, вот это, он же не на дереве теперь плод. Вот я тебе принесла, ешь. И на этом она его поймала, потому что он слушал Бога вот так вот, как, знаете, мужчины. Ну так, конкретно, да? Бог сказал, что от дерева не ешь. Он от дерева не ел. И это то, что он ответил Богу, когда Бог его спросил. Бог его спросил, как же ты от дерева ты ел, да? А он говорит, нет, от дерева я не ел. Прямо написано. Он говорит, эта женщина, которую ты мне дал, она мне дала. Я не от дерева ел. Ну ты сказал, что от дерева я не ел. Я от дерева не ел. Все. И поэтому Бог его и не наказал. Потому что он и в принципе Бог его не наказал. Произошло изменение ситуации и любое то, что мы называем страдание, наказание, наказание это не наказание, это последствия. То есть когда человек грешит и потом ему плохо, Бог его не наказывает. Это человек создал предпосылки для того, чтобы это произошло. Понятно, да? Вот такая была история, так началась эта игра. Теперь, и почему, значит, почему, опять же, давайте вернемся к этой мишне, десятью изречениями сотворен мир. И точно так же, интересно, так как человек создан по образу и подобию Бога, по образу и подобию Бога, то человек своими изречениями, он сотворяет свой мир. То есть получается, что то, что человек говорит или думает, он этим творит, создает свою вселенную, свой внутренний мир, в котором он живет. И в этом сила, как раз сила слова. Получается, что, ну, то есть подвести себе итог, сегодня у нас такой достаточно короткий будет урок. Будет короткий урок в том, что этот мир, он, не сказать, что он усложненный. То есть, это знаете как, я слышал такое выражение. Один говорит там, вот я, говорит, Бога не понимаю. Второй ему говорит, ну так если бы ты был Богом, ты бы, конечно, сделал бы умнее, чем Бог и лучше. Но Бог, он Бог, он сотворил мир вот таким. Десять пальцев, десять изречений, десять сферот, десять заповедей основных, которые, в которых сшито, прошито все остальное. То есть, почему? Это факт. Мы уже пришли в готовый мир. И мы из этого готового мира, как мы в прошлой мишне изучили, мы из него в какой-то момент выйдем. Выйдем. Мы в этом мире для того, чтобы вернемся к прошлой мишне, которую мы на том уроке изучали. Мы в этом мире для того, чтобы узнавать Бога, передавать знания другим. И потом убедиться, после того, как человек выходит из этого мира, из этого тела, убедиться, что это все было правда. Поэтому получается, что то, что мир такой, вы знаете, люди говорят, я хочу понять Бога. Понять Бога, как Бога ты поймешь? Это как котенок пытается понять устройство Боинга, самолета. Ну как может котенок понять устройство Боинга? Он не может понять, он даже прочитать не сможет документацию техническую. Я помню, когда-то меня пригласил Вадим Зинович Рабинович у него дома провести урок. Еще давным-давно, лет, наверное, 15 назад, может быть, или 12 лет назад. И он дома собрал начинающих таких бизнесменов, евреев таких, которые про Тору вообще ничего не знали. Вот это 90-е годы, мне уже 2000-е годы были. Я помню, пришел один такой очень блатной бизнесмен, такой, у него типа не было, он сидел в платочке. В платочке, в таком на голове он сидел. И значит, такой, сейчас он, знаете, соблюдает, молится, стал религиозным таким, ну прям реально очень-очень религиозный стал человек. А на тот момент он в платочке пришел там первый раз на урок. И Вадим Зинович меня почему-то пригласил, я проводил урок, и он, как раз было по перте вот, по перте вот. И значит, я что-то говорю, а этот бизнесмен, он говорит, вот я Бога не могу понять, вот что я не могу Бога понять. Вот как он вообще Бог, так вот он прямо, ну как привыкли, знаете, бизнесмены такие богатые. Так чуть-чуть он нагловато так это сказал, что я Бога не могу понять вот этого, как-то вашего даже, по-моему, даже так сказал. А значит, я хотел ему ответить, а Вадим Зинович, он меня назвал почему-то профессором. Видно, он видел вперед, что я потом стану профессором, видно, у него такое было ясновидение на будущее. Но тогда я не был профессором, но на раввина я не откликался. Как-то он искал слово, чтобы передать уважение, он меня профессором назвал. И он мне говорит, профессор, можно я ему отвечу? Я говорю, отвечайте. И Вадим Зинович так к нему поворачивается и говорит, слышь, ты, говорит, рожа тупорылая. Вот прямо он ему так сказал на его языке. Прям так вот, тут на меня так, профессор, можно я отвечу? Слышь ты, рожа тупорылая. Ты, говорит, не знаешь, как табуретка устроена, на которой ты сидишь. Ты, говорит, знаешь вообще, как табуретка устроена, да, по математически, физически там и так далее. Говорит, ты табуретку не можешь понять, а ты Бога хочешь понять, как мир устроен. Ты сиди, говорит, слушай, познавай, накопишь информацию, станет больше чуть понятно. Но Бога понять нельзя. И тот, значит, успокоился этот бизнесмен, потому что, ну, а смысл с Вадимом Зиновичем вступать в конфликт? Но с Богом еще меньше смысла вступать в конфликт. Вообще, то есть если с Вадимом Зиновичем нет смысла вступать в конфликт, то с Богом вообще нет смысла вступать в конфликт. В Бога надо верить, Бога надо любить, Бога надо слушаться. И тот, кто пытается с Богом вступать в конфликт, это глупее глупого. Опять же, еще раз вернемся к тому, что вера в Бога – это вера. Мы верим в то, что так было. Ученые верят, что было так, как они верят. Верующие люди верят, как они верят. Верующие ученые, они соединяют учение с верой и науку с верой и так далее. Но каждый человек живет в мире, в таком иллюзорном мире, который он сотворил себе. Вот это вот интересно. Он сотворил себе, но человек не сотворяет. Только Бог может сотворить из ничего что-то. Потому что Бог – это тот как раз, когда мы говорим Бог, это тот, кто сотворил из ничего что-то. И когда задают вопрос, а Бога кто сотворил, так вот именно в этом и прикол. Что Бог – это тот, кто все сотворил, а его никто не сотворил. Поэтому он Бог. Так вот, значит, человек он не сотворяет. Человек дальше, он берет уже готовые идеи и их соединяет в какие-то концепции, как работает мир, как правильно в нем жить, что будет дальше и так далее. И ученые, и не ученые, и все люди живут в придуманном мире, который они взяли из кусочков отрывков информации, которую им сообщили другие люди. И соединяя эти кусочки отрывки информации, человек внутри себя создает свой мир, в котором он живет. Если ты берешь Тору как божественное знание, то есть та Тора, которая пришла от Творца мира, и ты вставляешь себе вот эту вот информационную приставку в свой внутренний мир, тогда ты через эту приставку, через Тору, ты соединяешься с Творцом мира, который через Тору сотворял мир. Все, вот такая вот у нас получилась история. Почему десятью изречениями? Ответ простой. Бог так захотел, он сотворил десятью изречениями, чтобы было нам о чем говорить, чтобы было нам о чем проводить уроки Торы, чтобы было нам заповеди, которые можно соблюдать, а злодеи, чтобы в этой игре имели много-много возможностей, возможностей до того, как они разрушат свой мир. И внешний мир имели много возможностей сделать шву, раскаяться. И мы сейчас приходим опять, возвращаемся к Рожешане, что сейчас очень важно пересмотреть, остановиться и пересмотреть свой внутренний мир, свои установки, свои планы на будущее, раскаяться во всех делах, которые Богом названы злом, то есть решить, принять решение, не делать их вообще, попросить у Бога помощи, чтобы победить свой Ецарара. И дальше, дальше, вот сейчас будет, Яков Шатани нам напоминает, что это последний шаббат в году, вот сегодня сейчас последний шаббат в году, шаббат шалом всем, значит, и последний шаббат в году, который надо провести в, он и называется шува, шаббат шува, да, возвращение. Нужно возвратиться к заводским установкам, нажать на кнопочку reset, кто еще не делал обрезание, нужно успеть сделать обрезание. Я сделал обрезание на следующий день после Роша Шана, то есть я тогда, на тот момент, я не соблюдал вообще ничего, я даже не знал, что Роша Шана. И в день сюда я почувствовал, что у меня впереди нет года, то есть я почувствовал, что у меня приговор, ну вот, нету, знаете, у меня было такое ощущение, все, тупик, я умираю, вот нету. И я на тот момент, я принял решение, прям реально думаю, все, срочно надо возвращаться к Богу. И я, значит, прямо прибегаю в синагогу, говорю, мне срочно делайте обрезание, все, и мне делают обрезание, и это 10 дней раскаяния, Бог пересматривает мой приговор, и я, слава Богу, живу, обучаю Торе и так далее. Но у меня это было, я прям прочувствовал, что в день суда, что у меня был плохой суд, и я успел, значит, сделать шиву, прямо на суде, можно сказать. А всем я советую делать шиву до суда. Все, удачи, успехов, шаббат, шалом, и до связи. С тех пор прошло уже 20 лет, это был 1999 год. Все, удачи, успехов, и чтобы все были записаны в книгу жизни. Все, пока. Сделайте выводы, пожалуйста, из сегодняшнего урока.